На развалинах взорвавшегося дома в подмосковных Броницах нашли первого погибшего. Таким образом, на данный момент остается неизвестной судьба трех человек. На месте работает наш корреспондент Максим Селиков. Максим, вам слово. Здравствуйте, Гузель. Несмотря на то, что уже стемнело, разбор завалов по-прежнему продолжается. Спасателям удалось расчистить подход к первому подъезду, после чего они обнаружили, что железобетонные конструкции проломили подвал. Это значительно увеличит время разбора завалов. Пока, по информации МЧС, найдено одно тело. Пока еще не ясно, мужчина это или женщина. О том, как ведутся работы по разбору завалов, сегодня рассказал днем Евгений Секирин. Работа идет очень аккуратно. Там, где можно применять инженерную технику, применяем инженерную технику. Где ручное, там ручная разборка. Поэтому я уже объяснял нашим коллегам, когда давали мы вот здесь интервью, что мы не по времени торопимся, а так, чтобы не пропустить ничего, что там должно быть обнаружено. Пока в пунктах временного размещения находится 54 человека, и мы обеспечили спальные места, горячую еду и все необходимое. Дальнейшая судьба дома и жильцов будет решаться завтра на совещании вместе с губернатором Московской области. Об этом заявил также днем Василий Громов. Завтра, как я уже говорил, губернатор проводит совещание в отношении того, каким образом проводить мероприятие по консервации или восстановлению дома, в зависимости от того, какое будет принято решение, и как расселять жителей, которые пострадали. В данный момент все квартиры переселенных жильцов опечатаны и находятся под круглосуточной охраной полиции. Пока неизвестно, когда жильцы первого и второго подъезда смогут попасть к себе домой, потому что очень велик случай обвала, поэтому пока туда никого не пускают. Также Борис Громов сказал о том, что в городе открыт пункт сбора вещей для пострадавших и открыт лицевой счет для сбора денежных средств. Вот что на это сказала Валентина Лагуткина. Что касается пострадавших и утративших имущество, то сегодня им оказана первая необходимая материальная поддержка администрации в размере 10 тысяч рублей. В дальнейшем, конечно, буквально завтра будут приняты меры, приняты решения. Губернатор дал поручение по мерам, по материальной поддержке за счет средств областного бюджета. Данное решение будет принято правительством Московской области. Администрации города Бронецы открыт уже благотворительный расчетный счет, на который поступают средства. Буквально вот несколько часов назад депутат Государственной Думы позвонил и сказал, что благотворительная организация, народные предприятия, перечислит завтра порядка миллиона рублей для оказания помощи всем пострадавшим. Ну и, конечно, мы сейчас будем еще рассматривать дополнительные меры поддержки, особенно семей, кто имеет детей. Это пока вся информация к этому времени. Мы будем держать вас в курсе событий. Гузель. Спасибо, Максим. Это был наш корреспондент Максим Селиков. Он работает на месте взрыва в Бронецах. В настоящий момент в Подмосковье работает телефон горячей линии. Его номер 8496-46-65-212. Также в Бронецах открыт банковский счет для пожертвования людям, пострадавшим в результате взрыва дома. Все, кто остался неравнодушен к этой трагедии, могут перечислить средства на специальный счет. Реквизиты также на ваших экранах. Более подробную информацию смотрите на сайте правительства Московской области. www.mosrek.ru Субтитры подогнал «Симон»